Всем привет, друзья! Надеюсь, у вас хорошее настроение. Я, честно говоря, вылетела из дома как стрела, потому что уровень разборок о том, кто куда поставил чашку, начинает достигать своего апогея. Вот, поэтому разводов скоро станет больше. Я думаю, что сейчас очень многие люди столкнулись с тем, что они ненавидят тех, кто находится рядом с ним. У меня пока еще до такого не дошлось. Сергей еще не настолько, не настолько, точнее, меня достал. Но подозреваю, что может такое случиться. Так что, Сергей, будь, пожалуйста, аккуратен, иначе чашка полетит в вашу голову. Итак, ну это не то, что я хотела вам рассказать. Сегодня думаю, естественно, думаю много о том, каким образом людям не сходить с ума. У меня, честно говоря, всегда для этого... Так, проверяю микрофон. У меня всегда для этого было несколько вариантов. Вариант первый – тратить деньги. Этот вариант идеально вам подходит, если у вас есть деньги. Вот это, знаете, шоппинг для женщины – это решение проблем. Я очень хорошо помню свое состояние в моменты беременности. И в моменты беременности у меня всегда наваливала куча возможностей прихода денег. И я их тратила. И это очень успокаивающая история. Поэтому, если у вас есть что тратить, пожалуйста, не забывайте о том, что шоппинг онлайн – это прекрасный шоппинг. Все сейчас все привозят, доставляют, поэтому тратьте. Но, если с этой ситуацией похуже, второй момент, конечно же, идеальный. Это все-таки решиться и что-нибудь, знаете, взять одно, но качественно внедрить в свою жизнь. Это может касаться момента как раз того, что вы давно что-то хотели сделать, пройти какой-то курс, не знаю, может, там по фейс-фитнесу. Вот, все время не хватает для этого рук. Или вы хотите прийти в рерайтер жизни, написать книгу о своей жизни. Или, может, вы вообще хотите прийти в книгу… Приходите. Может быть, вы вообще хотели что-то там написать. Там, знаете, музыканты сейчас могут писать новые альбомы. Ну, в общем-то, сделать что-то одно, на что у вас всегда не хватало времени. Это я называю слоном. Это классно делать, особенно в двух вариантах. Первое, если у вас нет финансовых проблем. Второе, если они у вас есть, но вы их не собираетесь решать, тоже подходит. То есть, чтобы вы, например, могли четко сказать, что я за время карантина вот внедрил в свою жизнь вот это круто и основательно. И там, похудел, тоже отлично подходит история, да, то я похудел там в 10 килограмм, потому что я полностью все время там, мне было время готовить себе меню правильное, думать об этом, ходить по лестничным клеткам, лайфхак вам. Что можно ходить, если у вас высокоэтажка, можно ходить по лестнице, если не хотите ходить по улице. Хотя я бы вам рекомендовала выходить по улице, там, где никого нету, спокойненько ходить. Такая весна потрясающая. Я еду просто и офигеваю от того, насколько красиво. Итак, но, если это тоже не для вас, есть такие чудесные люди, которым, знаете, один кусок не проглотить, вы можете составить для себя некий, ну, кстати, выучить язык, да, то же самое. Как бы заняться изучением языка, можно взять курс, можно бесплатных. Есть полным-полно на ютюбе прекрасных преподавателей, в инстаграме, кстати, тоже. И даже если вы просто начнете с ними идти по их бесплатным урокам, если вы плюс-минус чуть-чуть системный человек, вы можете очень круто что-то получить. Я понимаю, что вы об этом думали, да, тут такие, ой, блин, Ермилова, ну, что ты такое чешешь? Но, понимаете, одно дело думать, другое дело взять и понять, что, блин, а эта идея прикольная. И сделать, написать себе это на бумажке и сделать это частью своей жизни. Я помню, когда я учила где-то там английский язык не я, точнее, а подружка моей мамы, они куда-то уезжали, у них было, знаете, все предметы в доме были в наклейках с надписью того, как это называется, например. Тоже вариант словарный запас пополнять. То есть подойти к ситуации системненько, знаете, с таким системным подходом. Кому я вру, я так не умею. Максимум, на что меня хватает, это системно работать. То есть, как вы видите, я ежедневно выпускаю видосы, я ежедневно веду эфиры, я ежедневно провожу тренинги, запускаю. Вот это то, на что меня, как бы, хватает системно, потому что я страшно люблю это делать и все-таки чувствую ответственность. Мне кажется, что это людям нужно, ну, по крайней мере, это иллюзия меня греет. Но в то же время я лично очень люблю, и я вот замечала, что когда приходят ко мне моменты гордости, да, какой-то такой, знаете, личный, непризнанный, когда говорят, о, какой ты молодец, это я очень люблю. Но когда ты сам себе говоришь, я молодец. И я замечаю, что это происходит со мной тогда, когда я что-нибудь новенькое научилась делать. Я когда-то рассказывала или даже в книге писала, что первая моя гордость, это когда я, значит, работала в свадебном агентстве, ну, работала сама в своем свадебном агентстве, я и работала. И я писала все время сметы, это первый год, где-то был там 2009 год, я писала сметы в ордовском файле, понимаете, да, вот, значит, там, название и стоимость, название и стоимость. И потом мне уже говорят, ну, Оль, ну это как-то стыдно, ты должна в Excel научиться работать. И для меня Excel, блин, я детешу у бизнеса, какой вообще Excel, я вообще не офисный сотрудник, никогда это не умела. Я достала книжку, значит, как работать в Excel, именно книжку, еще интернет только набирал обороты, бабка Оля помнит об этом. И я достала книжку, и я по книжке научилась делать сметы, таблицы, значит, там, все это форматировать. Вы вообще не понимаете, вот сколько лет прошло, уже 10 точно, а я по-прежнему горжусь этим. И с тех пор я поняла, что очень круто, когда ты какой-то новый навык в свою жизнь внедряешь, да, начиная, вот знаете, кто-то любит новое блюдо приготовить, я, кстати, редко, не то что редко готовлю, я много чего умею готовить, но редко новое готовлю, и тоже всегда этим очень горжусь. Но все-таки мой профиль немножечко другой, не про кухню, и я очень люблю, например, сейчас новые приложения, которые позволяют там монтировать, озвучивать. То есть, когда я понимаю, что я могу сделать что-то очень быстро сама, и я вдруг этому учусь. Вот я все время осваиваю азы монтажа для Инстаграма, для IGTV, там, знаете, какие-то снимаю ролики, и каждый раз страшно горжусь, когда у меня получается вдруг раз то нашла, вдруг раз это. Программ миллион, это на самом деле не так сложно делать, но это же нужно время найти эту программу, попробовать, там, в какой-то программе это все по-конченому, в какой-то программе все классно, где-то нужно сразу в пяти программах, да, делать. И вот я вам предлагаю подумать о том, о чем вы хотели бы делать, или вам было бы полезно, может быть, вы это покупали раньше, знаете, другие люди это для вас делали, и вы можете составить себе список новых навыков. Вот в карантин это очень прикольно, потому что нам приходится все равно новые навыки делать. Но я вчера, например, обнаружила, что, в принципе, я могу себе красить брови. Да, понятно, что классно делает мастер, выводит форму и все, но если ситуация СОСа у меня была, одна же такая ситуация, когда я выводила татуаж, и брови были белого цвета, то, конечно, я бы могла покрасить и не мучиться каждый день, закрашивая тенями или карандашами. Поэтому я поняла, например, что я это могу делать, точно так же, как окрашивать свои корни. Страшно не понравилось, я уже говорила о том, что лучше 300 тысяч раз заработать денег на это, но теоретически все равно гордость есть, что, мать твою, оказывается, я это могу. Конечно, вы можете научиться шить, кроить и делать прочие вещи, но если это не относится никак к вашему профессиональному, как бы, стороне, этот навык, но он не сильно, вы будете им гордиться. А если вы научитесь сейчас делать какие-то штуки, которые вам пригодятся в бизнесе, разберетесь в этом, да, и вы сможете делать это быстрее, лучше, или, в принципе, это делать, или больше не платить за это кому-то деньги, потому что вы это делаете легче, быстрее, точнее, то есть вы понимаете быстрее задачу, то это офигенно. Поэтому подумайте прямо сейчас над тем, что бы это могло быть. То есть тогда вы увидите, что если вы будете в день внедрять по одному навыку, во-первых, представьте, сколько навыков вы сделаете, во-вторых, карантин не будет казаться таким ужасным, в-третьих, вы будете чувствовать гордость. Вот это ощущение наполнения себя гордостью, оно дает нам энергию, энергия дает нам силы, силы дают нам мотивацию, ну и, в общем, там как про яйцо, иголку и прочие все штуки. Поэтому не забывайте об этом. Еще один важный лайфхак, так и назовем это лайфхаки карантина, еще один важный лайфхак, я об этом говорила, но повторение мать учения. Касается и мальчиков и девочек. Мальчики, обязательно занимаемся спортом, вы должны видеть, как ваши мышцы растут, ваш живот тает. Это круто, вы можете поджаться, подтянуться. Вот у моего Сергея турник в туалете висит, в туалетной комнате, в его, в его, что важно. Он каждый день там подтягивается постоянно и отжимается, качает пресс. Это круто. То есть, если у вас есть дом, вы живете где-то на улице, вас выгнали уже, то, пожалуйста, турники, все вам в помощь. Это тоже круто, когда вы понимаете, что вы не просараете время. Для девочек обязательно everyday хорошо выглядеть. То есть, обязательно самое время составить гардероб домашний. Я люблю, например, удобно, чтобы было, но я заметила, что очень важно, постоянно стирайте одежду, чтобы, знаете, не было такое, как девочки, давайте будем откровенны, там пятнышко поставили и думаешь, я все равно готовлю, ничего страшного. Нет. Вот вы должны быть, что называется, с иголочки, с макияжиком, помыли волосы, обязательно хорошо выглядим, чтобы вы понимали, что вы, блин, классно выглядите, если сейчас вы выйдете на улицу или к вам кто-то зайдет, вы выглядите офигенно. Это прежде всего для себя важно, потому что мы, я знаю, что очень многие на отдых приезжают, вдруг в чушек превращаются, там, выходные можно в чушку, нет. Это важное внутреннее поддерживающее состояние. Тоже вот вам такой себе лайфхачок. Обязательно ходите, прогуливайтесь, я уже вам об этом говорила. Перестаньте заниматься этой херней, что никуда нельзя выходить. Вы можете выходить, выходите. Делайте себе красивый какой-нибудь там пикничок с кофе и с конфеткой. Такого варианта, такого формата. Радуйте себя обязательно чем-то. Устраивайте какие-то посиделки прикольные с подружками, с зумами. Я не знаю, у меня есть друзья немножко, но есть, с которыми мы приходим друг к другу в гости, потому что я уже говорила как бы о своем отношении к происходящим, и умирать точно не собираюсь. Важно, важно прокачиваться. Периодически, если вы предприниматель, пересматривайте обязательно, что там предприниматели пишут о том, что они сделали. Не о диванном секторе, который сидит там и размышляет, да, как бы могло быть, а те, которые что-то реально делают, что они рассказывают, это тоже вдохновляет. Понимаете, что люди действуют, люди делают. Мир уже пошел в свою перестройку, я об этом вам не забываю говорить. Кстати, я сейчас еду на маникюр делать ногти. Я уже говорила о том, что я со своим мастером с 19 лет, они работают в закрытом совершенно пространстве, которое там кварцуются и прочие вещи проделываются. И недавно я видела видео от одной известной телеведущей, которая обрезала свои шикарные ногти в эфире, потому что у нее там сломался один ноготь, рыдала и говорила, что никогда не ходила без ногтей, и поэтому не собирается сейчас ни в какую подпольную идти, значит, там маникюрную. Я так и не поняла, почему подпольную. Я так и не поверила, что у нее нету мастеров, которым бы она доверяла за столько лет своей публичной жизни, да и вообще в принципе жизни женщины. И я вас умоляю, не делайте трагедию там, где трагедию делать не нужно и не стоит. И если ваш мастер предлагает вам обслужиться, и если вы сами нормально к этому относитесь, не делайте трагедию. Если для вас это принципиально, тут же все зависит от вашей личной позиции. Не судите и не рассказывайте кому-то, как нужно делать. То есть ваша личная позиция, я ее уважаю. Мою тоже, кстати, прошу уважать. И если для вас нормально, и ваш мастер приглашает вас там что-то сделать, вам ногти, и вы нормально себя чухаете, не надо никакого чувства вины, что обо мне подумают, кто обо мне скажет. Ну, как бы плевать на всех хотели. Я сейчас буду с прекрасным маникюром, педикюром. Кстати, ногти отдыхают от шелака, что тоже крайне сейчас полезно и важно. И при этом себя замечательно чувствовать. Не загоняйте себя в дополнительный психологический, какое-то дискомфортное состояние. Дискомфорт. Потому что, поверьте мне, коронавирусы пройдут, все это хуйня пройдет. А ваш мозг, вот ваши программы, которые запишутся, ваше состояние, то, как вы себя будете ощущать, останутся с вами надолго. Сейчас предприниматели говорят о том, что рынок восстановится через год-два. Большие вообще вопросы. Сейчас все, что говорится, я вам уже говорила, сейчас уже новые начинаются антикризисные курсы, запускают великие гении маркетинга. Никто не знает, вот запомните, никакой, блин, пипарив, фафарив и прочие люди не знают на самом деле, как поведет себя рынок сейчас. Это гипотезы. Такие же, как есть у вас, такие же есть у всех остальных. Сейчас просто надо продавать тренинги новенькие. И поэтому я уже говорила, что как и конференции, так и тренинги будут со словом антикс. Кстати, пробежник такой стоит на обратку, что просто... Сейчас я поверну вам. Смотрите. А? Кризисы, говорите. Бля, посмотрите. Ребята, все на маевку. Охренеть, нельзя сюда ехать. Вообще, шок-контент. Вот. Поэтому будьте умными, думайте о своих потребителях. Единственное, буду вам это повторять, единственное, что вы должны знать о своем клиенте, помните о своем клиенте, это то, что в любые времена нужно понимать потребности своего клиента и удовлетворять их. Все. Это все секреты бизнеса, которые вы должны знать. Если вы попадаете с проблематикой клиента на данный момент и с точкой, в той ситуации, в которой он находится, сколько у него сейчас есть денег, что ему сейчас надо, сколько у него есть времени, если вы с этим попали, все. Вы как бы попали. Все остальное разводняк. Разводняк. Глобально вам никто не может сказать, что будет происходить. Никто этого не знает. А вот с инструментарием прокачивайтесь. Хотели давно хороший инстаграм, хотя бы научиться, как с этим работать. Взяли классный тренинг по инстаграму, замечательно. Хотели запустить онлайн-тренинг. Кстати, у меня уже выпускники моего курса «Как создать и запустить онлайн-тренинг», сейчас уже продают свои тренинги. Говорят, блин, это работает. Вот, это работает. Пожалуйста, прокачивайтесь в этом. Прокачивайтесь. Это ключевое. Человек должен эволюционировать, а не деградировать. Вот и все. Я поехала за красивыми ногтями, с хорошим настроением. Я надеюсь, что я вас тоже зарядила, ребята. Вставайте, идите, приводите все в порядок. Будьте красивыми, классными, потому что вы у меня самые лучшие. Я вас обожаю. Каждый раз, когда я сажусь, записываю вам видео, у меня у самой жутко поднимается настроение. Все. Люблю вас. Все будет зашибись. И поставьте мне лайк. Не пожадничайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!